здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня вынос мозга да а вы как думали думали я такая вот ага белая пушистая сегодня я буду рассказывать про розы которые сейчас продаются в магазинах а вы почему-то ходите мимо и смотреть на них не хотите я хочу вам кое-что показать вы совершенно не правы упаковка до боли вам знакомая вы ее сто раз видели я хочу показать все таки то что находится в упаковке до розы упакованы очень грамотно я уже об этом говорила но речь сегодня не об этом скажите мне пожалуйста значит когда вы покупали розы среди зимы когда было снега вот так вот да мороз еще был на улице вы значит эти розы несчастные купив ставили их на окошко прям в коробке не задумаясь над тем что у них нет корневой системы корневище и корневая система к сожалению не одно и то же и вы должны понимать что сейчас розы с такими отростками они не могут существовать и эти отростки не могут быть зелеными если у них нет корневой системы то есть мочковатых корней беленьких хорошеньких да вы видите что я разматываю до упаковка вот такая упаковка там торф естественно и конечно же все должно быть как мы хотим сейчас я снимаю эту бумагу но я развалю все специально все это вот да и и хочу вам показать посмотрите какие замечательные белые корни и они везде практически это корневище вот это корневище вот это вот часть корневище а корни то какие славные вот эта роза может быть уже посажена ну в грунт под укрытие разумеется и с ней ничего плохого не случится потому что вот видите посмотрите это же просто супер это то чего мы забивались всю зиму и сейчас приобретя такую розу вы совершенно спокойно можете не переживать что с ней что-то будет не так я вытаскиваю другую розу из другой упаковки она тоже вам очень знакома значит все они упакованы вот в вот такие пакеты вот мне очень нравится упаковки знаете кроме вот этой вот но я нашла выход что я не разматываю вот эту вот штуку для того чтобы замочить розу чтобы она ожила чтобы она начала работать ее корневая система надо чтобы она напилась воды я ничего не отстригала она вот так была закрученная для того чтобы напоить розу я беру ножницы и вот таким вот образом делаю дырки делаю столько сколько мне надо потом ставлю в этот пакет наливаю воды и ведерки составляю все эти пакеты уже без коробок разумеется и они стоят там ночь а то и сутки все зависит от того насколько там субстрат влажный он или нет и я хочу тоже развернуть его и показать вам что же там происходит внутри этой упаковке ну вот тут сверху видно что до воском залили пленку ну всяко бывает и чего я ищу то ну вы же понимаете что я хочу показать конечно же вот вот она то чего я так искала это новые корни вот они их очень большое количество и с этой стороны то есть это роза посаженная если еще будет холодно можно в можно оставить ее в этой упаковке ничего с ней не делать а можно высадить в грунт но обязательно укрыть шестидесяткой или сахарным мешком услышите меня пожалуйста все что в сибири растет она же не но это вам не свекла и не морковка это же красота которая душу греет поэтому вот просто обратите внимание вы же столько вопросов задавали про розы ну вот теперь вы понимаете да какие розы будут жизненно способны и какие из них принесут вам радость сейчас увидите такие отростки вы можете попросить продавца развернуть вам корневую систему но я вас умоляю если розы стоят в этой упаковке уже три месяца и у них не не засохли не отвалились листья и такие большие хорошие побеги причем несущие каждая из них будет нести 12 а то и более цветов вот эта роза кажется айсберг белого цвета вторая роза у нас красная желтой желтым подпалом я бы так сказала но вы представляете что такое розы ну это вам не ромашки нет и потом это же очень долговечные растения при хорошем уходе при укрытии сахарным мешком на зиму проблем то никаких нет главное не запарить главное положить все удобрения но к этому вернемся высадка роз у нас впереди вот я на этом хочу закончить и сказать вам не надо ничего бояться вы как детки малые то хватаете все подряд то раскопризничать 6 вы не хотите ничего уже покупать потому что обожглись потому что они пропали но будьте мудрыми ну научитесь чувствовать растения и почаще смотрите мои программы их же очень много когда вы задаете вопросы такие которые знаете сто раз уже были освещены вы откройте youtube пожалуйста голова садовая наберите голова садовая и тему который вам интересно например флоксы и у вас будет столько программ сколько вам нужно там все подробно хотите розы пожалуйста розы чеснок пожалуйста чеснок и не надо обижаться на меня когда я пишу см видео потому что если есть видео я не даю таких километровых консультаций пожалуйста не мучайте меня это правда тяжело и у меня не очень много времени всего вам доброго и до свидания м м м м м м